Это история о войных скелетах. Лайтстара с силой владеет непобедимой. Таллин парит в небесах над врагами. Гримскол сражается в мире теней. В Дарка стреляет Силачи Пекун. Идет битва за Легион Света. На войне самое жестокое поле боя из всех возможных — это театр вашего сознания. Эта вечная битва обретает силу в каждый момент пробуждения, и даже во сне не дают вам покоя. Игры сознания Автор сценария — Сэндис Чесни Продюсер — Виктор Дел Чиви Редактор сюжета — Джулия Джейн Ливолд Идея сюжета — Гэри Годдарта Теперь ты принадлежишь мне! Нет, пока у меня есть рука, чтобы наносить удар, и две ноги, чтобы стоять. Но у тебя их нет, мой дорогой мальчик. Бон Боядж! Счастливого пути! Все хорошо, Джошуа. У тебя был кошмар. Вторая ночь в муках. Барон Дарк контролирует меня. Он был у меня киборн, но он ускальзнул у меня сквозь пальцы. Но что важно, Барон, это то, что устройство работает. Теперь все, что необходимо, это мелкая настройка. Так проведите же ее. Терпение, дорогой Барон. Вы забываете, что вы имеете дело с устаревшей технологической разработкой изобретателя, который давно уже умер. К счастью, это доктор Янова с мучительным старанием заносила всю свою работу в дневники. Мое устройство проникновения в сны позволяет оператору войти в Цербообласть своего подконтрольного субъекта при помощи голографической проекции, которая позволяет устранять нарушения сна и вызывает спокойные сны с нежными образами. Как тошнотворно, мило. Спокойные сны с нежными образами. Боюсь, что доброму доктору не хватало воображения. В этом смысле с вами никто не сравнится, Барон Даркс. С этой маленькой дорогушей я обрету полный контроль над мозгом Гримскала. И тогда кристалл Звезды Света будет моим. Вот. Они безостановочно работают на этом строительном участке с прошлой ночи. Должно быть что-то важное. Лакеи и Барона Дарка, наверное, и не знают, что работают в неурочное время. Наши источники вредах сопротивления сообщают, что это будет трудовой лагерь для людей. Рабство. Это награда Барона Дарка для них за то, что они были слишком чистой сердцем, чтобы превратиться в воинов-скелетов. Джастин. Я... Я извиняюсь, Джошуа. Я сказал это, не подумав. В последнее время он недостаточно много спит. У него постоянно жуткие кошмары. Эй, не спать на посту. Солдат. А кто спит-то? Вероятно, было бы лучше, если бы ты оставался сзади, Гримскал. Этот рейд требует полной собранности, один неверный шаг и... У меня все прекрасно, дядя. Любая осечка может заставить сбросить вес как меня, так и вас. Ах ты, старая, хитрая лиса. Ты нарочно разозлил его. Как твой отец всегда говорил, ничто так хорошо не подготовит солдата к битве, как маленький костер в его желудке. Мы дождемся того момента, когда луна будет достаточно высоко, и тогда нападем. Какой замечательной кладезью драгоценностей мы владеем, Киборн. Кто же знал, что существует такой сад наслаждений? Никто. Но пока я не обнаружил ее записи. Записи доктора Яновой, когда мы грабили дворцовую библиотеку. Да, но эта злюка показала нам путь сюда с помощью своего следопытского читья. Посмотрите, он хочет поиграть. Киборн, я сказал, он хочет поиграть. Я обнаружил досаждавшую нам поломку в устройстве проникновения в сны. Скоро я его починю, и оно сразу заработает. Это превосходно, доктор Киборн. Мои кости просто изнывают от желания покопаться в мозгу Гриммского и уничтожить его. Вот уж повезло мне стоять на посту в такую сырую ночь. В этой сырости мои суставы совсем окостенели. Ужасно. Маленький костер чудесно разогрел бы мои косточки. Куда же я положил фосфорные спички? Нужен огонек? Да, спасибо. Очень мило. И не говори. Давай разберемся с остатками строительства, пока Лайт Старый Таллинг занимается охраной. В этот раз мы прижмем их как следует. Неужели вы не знаете пустоголовые, что неожиданное нападение срабатывает только один раз? Люблю прогулки, Оракула. Но ты лучше меня знаешь, кого мы ищем. Большая цистерна быстро застывающего мартаниума. Это самая уродская статуя из всех виденных мною. Я всегда сваливаюсь на принца Джастина немедленно. Наверное, в этот момент я хорошо ему задам. Эй, Шрик! Где опекун? Он взял свой мотолет и сказал, что мы встретимся с ним на гряде. Посмотрите, как убегают эти трусы. Им нужно называться легионом смеха. Да, хорошо мы их напугали, хорошо. Барон точно будет гордиться нами. Что это? У нас получилось, Пекун. Их рабовладельческий лагерь для людей уничтожен. Но надолго ли, прежде чем другие придут на их место? Поднимайте тревогу. Закрыть все выездные пути. Они не уйдут. Через несколько минут каждый скелет в городе будет сидеть у нас на хвосте. Если мы развилимся, мы усложним им мишень. Таллин и я вернемся тем же путем, каким прибыли сюда. А Гримскелл и я пролетим через Луминисити. Последний, кто вернется в базовый лагерь, будет вонючим гнилым воином скелетом. Дядя, даже не шути об этом. Если мы будем лететь низко над землей, локаторы скелетов не смогут засечь нас. Опять это боль. Что с тобой, Джошуа? Моя голова ослабела. Ты должен сохранить контроль над своим мотолетом. Я пытаюсь. Я теряю сознание. Держись, парень. Что с тобой, мальчик мой? Барон Дарк. Да, Гримскелл. Я теперь внутри тебя. И кошмары только начинаются. Ему нужна помощь. Кто-нибудь, помогите. Лайтстар, как вы? Мы поймали сигналы взрыва твоего мотолета. Гримскелл. Барон Дарк. Джошуа. Что с ним случилось, я не знаю. Ему нужна медицинская помощь, но я боюсь шевелить его. Возможно, я смогу чем-нибудь помочь. Я Лусиус. Вождь сопротивления из третьего сектора. Пойдемте, поблизости есть безопасный дом. Подожди. Откуда мы знаем, что ты тот, за кого себя выдаешь? Простите меня, мой повелитель. Выйти из мрака. Превратить зло в справедливость. Вот наш девиз. Девиз Легиона Света. Веди нас, добрый Лусиус. Принц Джошуа может оставаться здесь столько, сколько будет необходимо. Король всегда был очень добр к моей семье. Мужа и сына Селины убили войны скелеты. Он перестал мучиться. Это хороший признак, да? Я не знаю, Таллин. Мой муж был доктором. Вот его медицинский саквояж. Может быть, Альфа-скан поможет нам получить ответ. В физическом плане, я не вижу в нем никаких изъянов. Что это, дядя? Его глаза не реагируют. Этого-то я и опасался. Он сейчас в коме. Я ждал тебя, Гримскал. Входи же. Что это за место? А ты не знаешь? Это же твое сознание. Не очень симпатично выглядит, да? Вообще-то, это больше не твое сознание. Сейчас я дергаю за веревочки. Ты будешь делать то, что я прикажу. Согласен? Превосходно. Теперь будь хорошим мальчиком и скажи мне, где находится... Что это? Устройство проникновения в сны. Что это все значит? Позволяет устранить нарушение сна и позволяет вызывать спокойные сны с нежными образами. Киборн! Эта адская женщина уничтожает все. Очень странно. Кодированный журнал Яновой должен объяснять, как обращаться с голопроекцией. Убереги меня от этих научных мумба-юмба. Оставь от науки чистый скелет. Это легко и просто, барон. Она вирус. Привидение в машине. Так сделайте же то, что вы сделали бы с любым вирусом, добрый доктор. Уничтожьте ее. В чем дело, Лусиус? Люди Дарка прочесывают все дома. Нам нужно перенести принца Джошуа в более безопасное место. Только не в этом состоянии. Это слишком рискованно. Моего брата никуда не перенесут. Пусть будет так. Мои люди и я будут сдерживать этих костлявых созданий до последнего вздоха. Что это за прибор? Он называется черепоскан. Он находит нарушение подсознания и может... Я не могу в это поверить. Что это, дядя? Моя старая наставница и учительница, доктор Агусте Янова. Я только что видел ее по черепоскану Гримскала. О чем ты говоришь? Много лет тому назад при дворе вашего отца меня обучала доктор Янова. Она была настолько же великолепна и умна, насколько я был дерзок, и мы часто спорили. Вы говорите, что ваши изобретения созданы для человеческого блага. Но что, если они попадут в дурные руки? Разве не могут быть они использованы в злых целях? Знания, прогресс. Вот наша забота. В науке нет ничего доброго или злого. Да, но в мире это зло существует. Этот аргумент спором мы с ней так и не разрешили. Позднее доктор Янова стала очень бдительной и осторожной, и перенесла свою лабораторию в очень удаленное отсюда место. Даже я не был допущен туда. Но какое отношение это имеет к Джошуа? Ходили слухи, что в последние годы жизни доктор Янова создала установку для проникновения в сны. Она думала, что от нее будет большая польза для человечества в лечении нарушений сна и ночных кошмаров. Но в дурных руках Барон Дарк. Это объясняет появление Джошуа кошмаров. Мы должны остановить Барона Дарка, пока он уничтожил сознание Гримскала. Но что с его телом? Переносить его слишком опасно. А здесь без охраны оставить мы его не можем. Ведь люди Барона Дарка ходят из дома в дом со своей поисковой миссией уничтожения. Я останусь с ним. И мне очень жаль тех скелетов, которые попытаются войти в эту дверь. Как именно мы засечем убежище доктора Янова и дядю? Монитор моего мотолета настроен на выходной сигнал черепа скана Гримскала. Чем ближе мы будем к источнику, тем сильнее будет становиться сигнал. Ты держись, младший брат. Я здесь. Барахтайся в своей паутине. А чтобы полетать, попроси Барона. И ты сможешь оттуда выбраться. Время игр закончилось. Теперь скажи мне, где находится другая половина кристалла Звезды Света? Никогда. Никогда. Это очень большой срок. А я не уверен, что ты проживешь так долго. Осмотреть все. Перевернуть здесь все. Гвардейцы скелеты вошли в соседнюю дверь. Ищете монарших особ? Я видел, как они пошли туда. Веди нас. Они пошли туда. Барон Дарк наградит тебя за это. Я уже только что получил свою награду. Сигнал очень сильный. Он исходит изнутри горы. Все, что нужно, это найти в нее вход. Один мы только что нашли. Если позволишь, ради бога. А теперь, Гримм Скалл, пришла пора. Что? Ладно, Дарк. Все кончено. Отойди от машины снов. Я так не думаю. Ты видишь, тут у меня молодой Гримм Скалл в очень, как бы это сказать, неудобной позиции и прямо сейчас. Посмотри сам. Когда-нибудь слышал старую поговорку, что если ты умираешь в своем сне, ты умираешь и в реальности? Ты же не хотел бы проверить это на своем младшем брате, да? Джастин, уходи. Это слишком опасно. Дарк правит этим местом. Нет. Это твое сознание. Это твой сон. Ты можешь контролировать его. Не могу. Мои силы исчезли. Тогда возьми силы у своей семьи. Тебе поможем мы с опекуном. О, как трогательно. Полнейшая чушь, конечно, но тем не менее трогательно. Уничтожь оборудование, и ты уничтожишь Гримм Скала. А это моя прерогатива. Скажи мне, где спрятан кристалл Звезды Света, или отправишься далеко-далеко. Возьми силу своей семьи. Я здесь. Держись. Нет. Я не позволю тебе победить меня. Что это? Что же это такое? Ты должен подчиняться мне. Прекрати сейчас же эту дерзость. Как сказал один человек, Бон-Вояж. Он победил меня. Мы все победили тебя, барон. Спокойных тебе снов снежными образами. Таллин. Нам лучше убираться отсюда. До взрыва осталось 60 секунд. А как же ты? Я догоню. Идите. Я просто хотел попрощаться со старым другом, коллегой, учителем. давай же, давай, дядя. Нет. Не нужно так удивляться. Старые дураки никогда не умирают. Они просто становятся немного чудными. Летим домой. С победой над бароном Дарком я понял, в чем заключается наша истинная сила. Она не в нашем оружии и даже не в кристалле звезды света, но она в силе нашей семьи. Вы выиграли эту битву, Легион Света. Но я выживу ради того, чтобы сражаться в другой битве. И так будет всегда. Верность, семья, единство. Несколько слов, начертанные на странице, могут быть сильнейшим оружием в руках воина, достаточно мощным, чтобы победить силы зла. Но кто знает наверняка, может быть, нам не стоит полагаться на это. Исполнительные продюсеры Гарри Годдард, Стефани Грациано. Стефани Грациано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова